Сегодня в России отмечается День моряка-подводника. Своими корнями история праздника уходит к началу 20 века, а точнее к 19 марта 1906 года. Именно в этот день по указу государя Николая II в состав военно-морского флота Российской империи были введены 20 субмарин и организованы специальные школы по обучению военнослужащих подводному плаванию. Этот день отметили сегодня и в Чувашии. В актовом зале национальной библиотеки собрались кадеты, ветераны и все те, кто так или иначе имеет отношение к флоту. Профессия моряка-подводника не только овеяна орелом романтизма, но и подразумевает ответственность, железную дисциплину и полную самоотдачу. О своем опыте служения на подлодках кадетам сегодня рассказывали ветераны. В свое время у меня и дед, и отец служили в военно-морском флоте. Я, естественно, попал на действующую подводную лодку и с удовольствием эти три года провел на службе. Да, конечно, было сложно, трудно. Почему? Потому что моряк-подводник – это не стоишь у пирса, а постоянно находились на боевом дежурстве. Нахождение под водой. Даже в современной проверенной субмарине – это всегда риск. Евгений Котлов служил на знаменитой подлодке К-19. Опасных моментов было немало. Мы плавали на севере, подо льдами. Повредили антенну, с помощью которой осуществлялась связь с берегом, со штабом. У нас и ни хода нет, ни связи нет. Мы остались стоять в чужих водах, а лодка наисекретнейше, первая в Советском Союзе. Наши все подготовлены были к взрыву. Если лодку нельзя сдать, чтобы ее захватили, наши подготовлены были торпеды для взрыва. Если кто-то подойдет, то взорвать. На встрече не могли не вспомнить и об одном из самых трагичных событий в истории субмарин. 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подлодка «Курск». Погиб весь экипаж – 118 человек. Среди них и наш земляк Алексей Баланов. Родители Алексея сегодня тоже пришли на встречу с кадетами. Рассказать, каким был их сын. Пригласили для дальнейшего службы натовный подводный «Курск». Это в то время, в 96-й год, вернее, в 98-м уже год был. В 98-м году одна из лучших субмарин была. Северного флота и вообще служба ему, конечно, очень нравилась. И недаром он… Я пытался отозвать, что Алешу лучше гражданскому делу посвятить. Мне пишет папа, я решил посвятить себя военно-морскому флоту. Ну, раньше еще не было этих телефонов. Он письма часто писал. Очень часто, я бы сказал, почти каждый день. Потому что у него еще две сестры младше было, которых он очень любил. Вообще, ребята из Чувашии очень часто выбирают профессию моряка. Более ста наших юношей сейчас служат в Мурманске. На авианосце адмирал Кузнецов. Командиры Кольской флотилии отмечают, что уроженцы республики служат достойно. На их примере и нужно воспитывать молодежь. Чтобы военно-морской флот России по-прежнему крепко стоял на защите морских рубежей и государственных интересов страны. Галина Титарчук, Атнер Корсаков, Республика.